В 2013 году Китай объявил о создании шелкового пути. А это значит, что они заинтересованы созданием транспортных коридоров, которые связывали бы Азию с Европой. В этом смысле стратегическую значимость играет Иран, расположенный на распутье двух центров мировой экономики – Евросоюза и Китая. И надо сказать, что китайцы преуспели в этом ремесле. По итогам 2015 года грузопоток китайских товаров через Иран увеличился на 90%. Создаются колоссальные возможности для сухопутной торговли. Стоит обратить внимание лишь на то, что восточная провинция Ченчжень, откуда проистекает железнодорожный путь через Казахстан, Туркменистан в Иран, занимает всего лишь 14 дней. Для сравнения, морской путь из Ченчженя в Иран занял бы 45 дней. А это означает, что резко снижаются издержки производства и, соответственно, цена продукции, которую Китай поставляет в Иран. Однако, несмотря на все эти экономические проекты, политическая реальность оказывается более сложной. В начале апреля мы стали свидетелями эскалации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. И в этом смысле азербайджанская армия фактически выступила против иранских и китайских интересов в регионе. И отсюда нужно сделать вывод, а кому в действительности была нужна эта война? Идем дальше. Тот же израильский фактор, о котором мало говорят, но тем не менее он присутствует. По открытым данным, обнародованным израильской внешней разведкой МОСАД, 2011 года армия обороны Израиля планировала три раза нанести удар по Ирану. Однако, правительство в Тель-Авиве заблокировало эту инициативу военных. Почему? И здесь мы выходим на очень сложную интригу, которая завязывается вокруг Ирана. И суть этой интриги раскрыл за два месяца до своей смерти экс-глава МОСАДА Мейердаган, который в интервью откровенно заявил, что именно премьер-министр Бениамин Нетаньяху выступал за подписание ядерного соглашения с Ираном. И по большому счету это меняет очень большую конфигурацию в регионе. Это дает нам понять, что в действительности политика Израиля шла в фарватере американских интересов, хотя с точки зрения риторики Обама и Нетаньяху постоянно ругались между собой. Мы становимся свидетелями очень сложного сценария, в котором американцы будут всячески мешать Китаю выстроить сухопутные артерии. И это и есть главный вызов 21 века, свидетелями которого мы являемся.